В связи с этим законодательство здесь четко говорит о том, что если ты, во-первых, живой человек, во-вторых, зарегистрирован в этом доме, значит, или являешься собственником, и даже если никто в этом доме не зарегистрирован, значит, то за мусор надо платить, или за всех зарегистрированных, или просто потому, что ты собственник. Значит, кроме того, утилизировать самостоятельно запрещено. Если бы государство давало право утилизации отдельному гражданину, то юридические лица сказали бы, слушайте, мы такие же лица, а почему бы нам не утилизировать самим? Вот мы будем сами люминесцентные лампы утилизировать, пластик будем утилизировать, будем сами, бумагу будем сжечь мы ее, вот, листья мы тоже будем сжечь, и пусть там все остальные задохнутся вокруг, но мы зато не будем платить 50 рублей в месяц. Государство сказало, что такой подход неправомерен, здесь я полностью согласен, потому что при самостоятельной утилизации экология ухудшается в разы, значит, в связи с этим платить нужно. Единственное, что, конечно, здесь опять же действует закон о защите прав потребителей, то есть, если человек действительно, ну, сейчас в собственности можно иметь там и 30, и 50 жилых объектов, и понятно, что жить в них не получается полностью. Государство это предусмотрело и дало право обратиться с заявлением в мусороуборочную компанию с тем, чтобы та произвела перерасчет. Представить документ, допустим, из другого жилого помещения, из другой мусороуборочной компании или администрации, в чем округе находится то жилое помещение, которое используется, предоставить, что там платится мусор, там человек этот проживает, значит, постоянно, и обратиться с заявлением в другую мусороуборочную компанию о том, чтобы она провела перерасчет вплоть до ноля. Редактор субтитров А.Семкин